Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня я расскажу 5 правил по ношению классического пиджака с джинсами. Ладно, друзья, я знаю, о чем вы подумали. Антонио, ты же не носишь пиджак с джинсами. Что ж, я дам вам 5 правил, которые помогут как-то обойти это правило. И надеюсь, помогут вам принять разумное решение, чтобы не испортить ваш образ, и вы не выглядели так, как будто не знаете, что делаете. Хорошо, перед тем, как мы начнем, господа, подпишитесь на канал. Так все видео будут у вас в новостной ленте. Вы не пропустите ни одного из моих скрытых видео, которые я время от времени выкладываю, и только подписчики смогут их посмотреть. Потому что я выкладываю их на 72 или 48 часов. Это хорошие видео, но они те, которые в некотором смысле выкладывают для подписчиков канала. Кроме того, если вам нужно больше информации о мужском стиле, я собрал все вместе в отличной бесплатной электронной книге. 7 смертных грехов в стиле. На Real Men Real Style вы можете скачать ее бесплатно. Наконец, если вы хотите что-то добавить или что-то мне сообщить, пишите прямо в комментариях. Я прочитаю все. Мне нравится взаимодействовать с людьми. И я действительно буду признателен за лайк под этим видео. Что ж, приступим. Правило номер один. Когда вы объединяете пиджак и джинсы, это пиджак от костюма? Это означает, что у него есть соответствующая пара штанов? Вы разъединили комплект, и это ваш единственный костюм? В таком случае не делайте так. Причина в том, что вам важнее иметь целый костюм, чем носить этот пиджак как блейзер или спортивный пиджак. Также можете его повредить, или вам понравится его носить, и вы будете надевать его так часто, стирать, чистить, и внезапно не заметите, что брюки темнее, чем сам пиджак. Вам нужно иметь рабочий костюм в вашем гардеробе, и вам не нужно жертвовать единственным костюмным пиджаком, чтобы получить новый комплект одежды. Вместо этого, я бы порекомендовал вам пойти либо в благотворительный магазин, либо пойти купить подходящий блейзер или пиджак. Это будет мой совет, если вы собрались разъединить костюм. Что ж, если это костюм, который вы не будете больше носить, штаны порвались, вперед. Переходим к правилу номер два. И пиджак сидит по фигуре? Итак, я оставлю вам ссылку, друзья, во вспомогательной статье. Я покажу вам детально, как должен сидеть пиджак. Тут я скажу, что он должен сидеть в плечах. Не должно быть слишком много свободного места, но и не должно быть слишком тесно, чтобы вы могли двигать руками вперед и назад. Вам не нужно подпрыгивать и подтягивать рукава. У вас не должно быть складок над плечами. Не должно быть много места сзади. Выбирайте правильно. Если он слишком мал или на два-три размера больше, вам нужно его оставить и не пытаться одеть в пару к джинсам. Однако, если пиджак сел на вас отлично, переходим к третьему пункту. Стиль этого пиджака вне времени? Если ты нашел его в шкафу твоего отца, и он имел массу удовольствия его носить в 1970-х, нужно быть осторожным, потому что лацканы могут быть слишком широкими. На нем могут быть некоторые детали, и карманы немного в ретро-стиле. Мы можем увидеть, что есть вышивка на карманах, или что-нибудь на спине, большое вентиляционное отверстие или что-то, что в действительности кричит о дискотеке 80-х годов. Скажем, что стиль может сделать этот пиджак негодным. Итак, стиль вне времени. Номер 4. Правильная ли ткань? Многие костюмные пиджаки, которые носят с джинсами, или они остались без пары, имеют полоски на них. Возможно, даже тонкие полоски. Скажем так, что полоски не создают хорошего вида. Он не выглядит как блейзер. Он не выглядит как спортивный пиджак. Он выглядит как осиротевший костюмный пиджак. И это не очень хорошая комбинация. Однако, если он сплошного темно-синего цвета, светло-серого, если он из твида, если это часть твидового костюма, это отличная находка. И это правильная ткань. Потому что он выглядит как спортивный пиджак. Он выглядит как блейзер. И поэтому вы можете носить такой пиджак с джинсами. Последнее правило, которое я скажу, убедитесь, что джинсы, которые вы хотите надеть в пару к пиджаку, правильные. Вам не нужно надевать варенки, слишком мешковатые джинсы, или что-то, что не сидит по вашей фигуре. Опять же, в статье я в деталях показываю, как джинсы должны сидеть на мужчине. Еще раз, вам не нужны мешковатые джинсы. Вам нужно подобрать те, которые будут сидеть правильно. Поэтому следите за тем, чтобы они сужались к подолу джинсов. Они должны правильно сузиться, потому что вам нужно носить их либо с сапогами, или с туфлями. Вам нужно удостовериться, что они правильной длины. При необходимости порежьте их. Вам не нужно носить джинсы слишком светлого цвета. Обычно джинсы должны быть очень темного индиго. Возможно, с чем-то вроде джинсовой каймы. Или вам нужно найти черные или цветные джинсы. Друзья, дайте знать, что вы об этом думаете. Я бы порекомендовал ли джинс, а не спонсор этого видео. Я оставлю ссылку на некоторые из их джинсов. Они выпустили новые, 101-е, очень хорошие селвиджи, которые я ношу. У меня достаточно спортивных пиджаков и блейзеров. Я когда-то их носил. И я должен признать, это было, может быть, лет 5 назад, когда я уходил из морского корпуса. У меня был пиджак, который я носил, и я чувствовал себя достаточно хорошо в нем. Я сказал бы, если возможно, не следовать всем правилам. Но если вы будете придерживаться 4 или 3 из 5, то вы будете выглядеть довольно хорошо. Итак, друзья, пишите в комментариях и перейдите на сайт Ли Джинс. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.